Инженер или педагог, врач или военный. Абитуриенты окончательно определились с той профессией, которой хотят посвятить свою жизнь. 26 июля в вузах страны завершился прием документов на бюджетные места очной формы обучения. Промежуточные итоги приемной кампании подвели в Рязанском государственном радиотехническом университете. А нами принято более 3000 заявлений и заключено 350 договоров о целевом обучении. 29 июля целевики и льготники будут зачислены в университет. Оставшиеся места из квот будут переведены в общий конкурс. Сегодня после пяти часов вечера члены приемной комиссии сформируют рейтинговый список абитуриентов по всем специальностям. Уже завтра, 27 июля, его можно будет посмотреть на официальных сайтах вузов. На данный момент есть явные специальности лидеры. Это, например, компьютерная безопасность, проходной балл, на который уже более 210 баллов. Химическая технология, порядка 200 проходной балл на сегодняшний день. Программная инженерия, более 230 баллов. Однако пугаться не стоит, ведь даже в самых престижных вузах есть направления подготовки, которые пользуются меньшей популярностью. А значит, поступить на бюджетное место значительно проще. Стоит отметить, что на высоком качестве образования это никак не скажется. Например, направление математика и компьютерной науки. Специальность новая, пока родители ее мало знают, поэтому на нее проходной балл пока минимальный. Так же, как прикладная математика и информатика. Поэтому не торопитесь и внимательно проанализируйте свои баллы, полученные на ЕГЭ. Оцените шансы поступления на выбранную специальность. Если они низкие, то вы можете прийти в вуз и написать заявление о согласии на зачисление на другую специальность. Однако этим правом можно воспользоваться до 1 августа включительно. Все абитуриенты, желающие быть зачислены на первом этапе, должны предоставить оригиналы документов образования и заявление о согласии на зачисление на выбранную специальность. Только сделавшие это будут зачислены на бюджетные места. Выбирая вуз, в который вы хотите принести оригиналы документов, стоит обратить внимание на то, чего смогли достичь его выпускники. Портал «Суперджоп» представил рейтинг вузов России на 2017 год. Он сравнил уровень зарплат молодых IT-специалистов. Рязанский государственный радиотехнический университет вошел в топ-20 лучших вузов страны. Очень много людей, которые хорошо говорили о нем, советовали его. Ну и для себя я определился, что лучше я пойду сюда, чем, например, в ту же самую Москву. У меня в Рязани живет девушка, сам визпод Московья. И это был наиболее, даже не доступный, наиболее достойный вуз в Рязани по экономическому профилю. Приказ о зачислении в первую волну вузы опубликуют 3 августа. Будет распределено 80% бюджетных мест. За оставшиеся 20% поборются абитуриенты во второй волне поступления.